Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу о фильме под названием Шалопай. Джонатан и его друг катаются на машине по улицам родного городка, обсуждая девственность Джонатана. Заметив двух девушек, Мэрилин и Розалин, приятель предлагает соблазнить одну из красоток и стать, наконец, мужчиной. Засмотревшись на очаровательную блондинку Мэрилин, парень выезжает на встречную полосу. Уворачиваясь от автомобиля, Джонатан въезжает в гидрант, смяв передок машины. Приехав домой, парень включает музыку, после чего, взяв журнал с фотографиями обнаженных женщин, усаживается в кресло. С улицы доносится рев мотоцикла. Выглянув в окно, Джонатан замечает Юджина, который только что переехал в их район вместе с отцом. Катаясь на мотоцикле, парень выезжает на дорогу и попадает под машину, в которой сидит Бонни, новая соседка Юджина. Убедившись, что с парнем все в порядке, Бонни со своим парнем по имени Кенни едут к родителям девушки, которые видели эту аварию и считают своего нового соседа полным болваном. Джонатан также видел столкновение, поэтому выбежал из дома. Парень подходит к гаражу, где Юджин ковыряется со своим мотоциклом. Познакомившись, Юджин интересуется, есть ли в городке местечко, куда можно сходить развеяться. В школу парню не очень-то хочется, откуда его могут снова выгнать, как и в Чикаго, откуда он переехал сюда. Со старой школы парня исключили за то, что переспал с двумя школьницами, а их родители, узнав об этом, пожаловались директору, из-за чего Юджин теперь здесь. Глядя на удивленное лицо Джонатана, парень делает вывод, что его новый знакомый все еще девственник. Но у него есть девушка мечты Мэрилин, которая ему очень нравится, только вот она его совсем не замечает. Из развлечений в их городке только ярмарка сегодня вечером, на которую Джонатан приводит Юджина. Там парни встречают Мэрилин, Розалин и Бонни, которые продают свои поцелуи. Подойдя к ним, Джонатан выигрывает поцелуй с Розалин, а Юджину выпадает поцелуй с Мэрилин. Глядя на целующихся, Джонатан бесится, но Юджин, взяв еще денег у парня, снова отправляется к девчонкам, выиграв на этот раз поцелуй с Бонни. Страстное соприкосновение губами замечают парни девчонок. Несмотря на то, что к Бонни подошел Кенни и ее парень, девушка все равно не отрывает взгляда от Юджина. Собираясь домой, Юджин предлагает преподать пару уроков соблазнения Джонатану, ведь если парень так и останется девственником, то в конце концов станет занудой. Встретившись утром, Юджин подвозит Джонатана в школу. Чтобы соблазнить Мэрилин, Джонатан всегда должен смотреть на девушку при каждом удобном случае, но не пялится, а слегка прикрытыми глазами. Для начала нужно выбросить джинсы, которые больше похожи на рабочую форму. В таких девчонок точно не соблазнить. Заметив Мэрилин, Юджин показывает, как нужно встать Джонатану, чтобы произвести впечатление на девушку. В классе Джонатан не может оторвать глаз от Мэрилин, сидящей за задней партой. Юджин специально роняет карандаш, поднимая который, Джонатану удается заглянуть девушке под юбку. В это время учительница просит парня повторить то, что она говорила только что. Встав, Джонатан показывает всему классу свою реакцию на увиденные трусики Мэрилин. После уроков друзья разрабатывают план, как подкатить к Мэрилин. Разогнавшись на велосипеде, Джонатан отвлекается на выстрел из выхлопной трубы автомобиля, из-за чего врезается в припаркованную машину, рядом с которой проходит Мэрилин. Заметив кровь на лице парня, девушка начинает вытирать ее платком, а Джонатан, не выдержав, трогает грудь Мэрилин. Сидя в закусочной, Джонатан рассказывает эту историю Юджину. Тот, заметив Бонни, подходит к девушке, у которой интересуется, встречается ли она с Кенни. В это же время к Джонатану подкатывает Розалин, подрабатывающая официанткой в закусочной. Поговорив с Бонни, Юджин возвращается за столик, где к ним подходит Мэрилин, интересуясь состоянием Джонатана, после чего неожиданно приглашает Юджина в кинотеатр под открытым небом, дав ему свой номер телефона. За то, что Юджин не отказал девушке, Джонатан злится на своего друга, но парень уверяет, что не прикоснется к Мэрилин, так как ему нравится Бонни, поэтому он просит Джонатана пригласить Бонни и поехать вчетвером в кино. Парочки смотрят фильм, и в какой-то момент Мэрилин хватает Юджина за ногу, но потом, извиняясь, целует парня. Джонатан в бешенстве, но его целует Бонни, считая, что парень переживает из-за сцены в фильме. Это видят друзья Кенни, которые приехали посмотреть фильм. Юджин и Джонатан отправляются купить что-нибудь перекусить, встретив Кенни и его дружков. Парень начинает задирать Джонатана, но Юджин, чтобы спасти друга, заявляет, что Бонни приехала с ним. Желая поквитаться с парнем, Кенни вызывает Юджина на дуэль на машинах. Они должны будут нестись навстречу друг другу, и кто свернет, тот и проиграл. Машины разгоняются, но никто из парней не собирается проигрывать. В самый последний момент ребята сворачивают, но все равно сталкиваются машинами. Оценив повреждения своего автомобиля, Кенни набрасывается с кулаками на Юджина, но, услышав вой полицейской сирены, все разбегаются, кроме наших героев, у которых не заводится машина. Увидев, что Юджин сделал с автомобилем, отец бьет парня, что видят Бонни, Мэрилин и Джонатан. Придя утром в школу, Джонатан встречает Бонни, которая интересуется, придет ли в школу Юджин. Парень заходил за своим другом, но того не было дома. Вечером Джонатан бросает камешки в окно комнаты Юджина. Высунувшись, парень прогоняет Джонатана, но тот вскарабкивается по стене. Юджин признается, что отец никогда его не бил, в чем он винит, конечно же, Джонатана, ведь все началось из-за Бонни, а Джонатан не может постоять ни за себя, ни за девушку. Напившись виски, друзья отправляются кататься по городу на мотоцикле Юджина. Офицер, глядя на парней, отпускает обоих домой. Юджин рассказывает другу о своем отце, который его не понимает. После смерти матери, отец перестал разговаривать с сыном. Все, что он может, накричать на Юджина, а теперь еще и принялся бить. Возвращаясь домой, парни замечают магазин, принадлежащий семье Кенни. Утром по дороге в школу, Джонатан обнаруживает небывалый ажиотаж у магазина одежды Кенни. Приехав в школу, Юджин встречает Бонни. Девушка хочет знать, в порядке ли парень. Она очень беспокоилась за него. Понимая, что он ей не безразличен, Юджин приглашает Бонни погулять вечером, на что девушка соглашается, целуя парня. Это видит Мэрилин, которой Юджин также симпатичен. После школы Джонатан встречается с приятелем в автомастерской, где парень чинит разбитую машину отца. Джонатан тоже видел, как Бонни целовала Юджина, поэтому рад за друга. На его вопрос, что он будет делать с Мэрилин, Джонатан решает оставить эту затею. Ведь он все равно скоро переедет в другой город учиться в колледже, а девушка так на него и не обратила никакого внимания. Услышав от Юджина, что он слюнтяй, Джонатан отправляется к телефону автомату, чтобы доказать, что он не такой. Будучи уверенным, что Мэрилин ему откажет, Джонатан звонит девушке и приглашает ее на свидание. Вернувшись к Юджину, Джонатан радостно произносит, что девушка согласилась, на что Юджин просит парня не облажаться. Джонатан должен будет обнять девушку и потрогать ее между ног. Возвращаясь со свидания, Джонатан впервые целует Мэрилин, а Юджин идет гулять с Бонни. Спустя некоторое время парочки отправляются на ранчо покататься на лошадях. Бонни и Юджин замечают, что Мэрилин и Джонатан куда-то пропали. В это время парнишка пытается снять трусики с Мэрилин, но девушка не хочет делать это в машине. Когда подъезжают Бонни и Юджин, дверь в машине открывается и из нее вываливаются Мэрилин и Джонатан с трусиками девушки в руке. Парень провожает Мэрилин до дома, где девушка произносит, что Джонатан вел себя безобразно. Но все не так страшно. По словам Мэрилин, ее родители уезжают на выходные, что для парня является сигналом. Через пару дней в доме Джонатана раздается звонок. Мэрилин приглашает парня к себе в гости. Нарядившись, Джонатан отправляется на встречу взрослой жизни. Приведя его в свою комнату, Мэрилин напоминает тот день в машине, когда девушка была очень возбуждена, принимаясь расстегивать одежду на парне. После бурного полутораминутного кекса, парочка слышит подъезжающую к дому машину. Мама Мэрилин забыла таблетки, за которыми в дом входит отец девушки. Джонатан выпрыгивает в окно, встретившись с мамой девушки. С наступлением темноты Юджин отправляется к Бонни. Заметив Кенни с букетом цветов для девушки, и то, как его встречают родители Бонни, Юджин уходит, выбросив свой цветок. Утром в школе парень устраивает сцену ревности, только вот Кенни пригласили родители девушки, а не она, поэтому претензии Юджина безосновательны. Но парень все равно обижается на Бонни из-за того, что Кенни постоянно крутится вокруг нее, а она никак не может его отшить. Юджин встречается вечером с Джонатаном, который рассказывает другу, что Мэрилин сама пригласила парня встретиться, правда теперь он не считает, что в ней есть что-то особенное. В это время рядом с ними останавливается машина, в которой Кенни со своими дружками. Они специально громко говорят о том, что Кенни провел бурную ночь, чтобы Юджин все слышал. Подойдя к ним, парень опрокидывает коктейли на Кенни, после чего начинается драка. Кенни со своими дружками принимаются избивать Юджина, а когда вмешивается Джонатан, достается и ему. Драку останавливает владелец кафетерия, выстрелив из ружья в воздух. Вернувшись домой, Юджин встречает отца, который выгоняет парня из дома, даже не желая выслушать своего сына. Парень исчезает, из-за чего Кенни снова начинает задираться на Джонатана. В столовой к парню подсаживается Мэрилин, сообщая, что один из дружков Кенни пригласил ее за город на выходные, который также позвал девушку и на выпускной вечер. Понимая, что Мэрилин совсем не та, о которой он мечтал, Джонатан посылает девушку куда подальше. Наступает время выпускного вечера. Джонатан сидит и скучает в кафе, куда неожиданно приходит Юджин. Парень хочет встретиться с Бонни, поэтому они отправляются в школу на выпускной вечер, обнаружив там Бонни, танцующую с Кенни. Заметив уходящего Юджина, Бонни бросается за ним, но не успевает. Сидя на берегу реки, Юджин признается, что завтра уезжает из этого города и сожалеет о том, что так и не помирился с Бонни. А Джонатан жалеет время, потраченное на Мэрилин, и клянется, что больше не посмотрит ни на одну девушку до конца жизни. Заметив, что Юджин уснул, Джонатан, взяв его мотоцикл, несется в город за Бонни, привезя ее к своему лучшему другу. Поговорив, парочка решает уехать вместе. Чтобы родители Бонни не волновались, девушка просит Джонатана все им рассказать. Передав сообщение отцу Бонни, Джонатан отправляется в кафе, встретив там Кенни. Тот угрожает, что прикончит Юджина, как только его встретит. Разозлившись, Джонатан садится в свою машину и, разогнавшись, врезается в машину Кенни. После этого объезжает ее с другой стороны и снова врезается. Запрыгнув в свою машину, Кенни пытается удрать от Джонатана, но тот его таранит, из-за чего Кенни врезается в пожарный гидрант. Подъехав к закусочной, где работает Розалин, Джонатан приглашает девушку на свидание. На этом фильм заканчивается. Спасибо за просмотр и до встречи на канале.